Оболочкой туника альбугинея, пожалуйста, на латеральном поверхности между именно придатком яичка и телом имеется вазуха, синус. Само яичко, оно разделено с интканными перегородками на множество долек, коллеги, на множество долек, где имеются уже семенные канальцы, извитые семенные канальцы, доли где-то 200-300, пожалуйста, следующий слайд. Оболочки яичка, уважаемые коллеги, дело в том, что оболочки яичка, которые мы с вами изучаем, которые мы с вами должны знать, пожалуйста, начинаем сверху, дальше доходим до яичка. Кожа, кутис, дальше, мясистая оболочка, туника доротис, дальше, наружная семенная фасция, фасция сперматика экстерна, дальше, фасции мышцы, поднимающие яичко, фасции мускулес гримастерика, дальше, мускулес гримастер, мышцы, поднимающие яичко, дальше, внутренние семенные фасции, фасция сперматика интерна, дальше, влагалищный отросток, то есть, влагалищная оболочка, туника вагиналис, которая состоит из двух оболочек, висцеральной и париэтальной, получается 7 оболочек. Так вот, каждая оболочка яичка, каждая структура оболочка яичка, она является производной передней брюшной стенки. В тот момент, когда яичко опускается через паховый канал, потому что к 8 месяцу яичко, оно находится возле отверстия, внутреннего отверстия пахового канала. Она постепенно спускается через внутреннее паховое кольцо, отодвигаясь спереди от себя структуры передней брюшной стенки, слои мышц, мышцы, фасы и так далее. То есть инвагинируя, и таким образом она отодвигает эти слои впереди себя, куда? В мошонку. То есть, получается, именно оболочки яичка, это производная структура передней брюшной стенки. Чтобы вы знали. Следующий слайд, пожалуйста. Пожалуйста. Вот у нас здесь оболочки яичка. А у нас структура передней брюшной стенки. Здесь четко показано, из какой структуры передней брюшной стенки какая мышца. Какая фасция дает начало какой оболочке яичка. Пожалуйста. Поверхностная фасция живота. Фасция абдомини суперфициалис. Она дает наружной семенной фасы. Фасция сперматика экстерна. Дальше. Собственная фасция живота. Фасция абдомини суперфициалис. Дает начало фасции мышцы поднимающие яичка. Фасции мускулес гримастерика. Пожалуйста. Третье. Мышцы живота. Наружно оставляем в покое. Внутренняя косая мышца. И поперечная. Мускулес. Апликус. Интернус. Абдоминис. И трансферсус. Абдоминис. Параус. Они дают оболочку какую? Мышцу поднимающую яичку. Мускулес гримастер. Поперечная фасция живота. Фасция абдоминис. Трансферсус. Параус. Внутренней семенной фасции. Фасция сперматика интерна. И наконец брюшина. Которая прилежит плотно. Париотальная брюшина. То есть именно со стороны брюшной полости. Имеется брюшина париотальная. Она дает начало. То есть она является структурой. Производной. Которая дает влагалищные оболочки яичка. Есть тулика вагиналис тестис. А есть такая патология у детей. Незавращение влагалищного отростка брюшины. Пожалуйста. Слайд пожалуйста. Коллеги. Образование сперматозоидов. То есть мужских половых клеток. Происходит только. Только в извитых семенных канальцах. То есть у нас разрез яичка. Имеются дольки. Центкальные перегородки. Где имеются несвятые семенные канальцы. Которые постепенно переходят в прямые семенные канальцы. Пожалуйста. В каждой дольке по несколько несвятых семенных канальцев. От 1-5. От 1-5. Пожалуйста. Каждой длиной 70-100 см. Общая протяженность всех канальцев. Пол километра. Представь себе. Сперматозоиды образуются из сперматогонии. Пожалуйста. Вот у нас разрез. Яичка. Показаны именно извитые семенные канальцы. Пожалуйста. В разрезе. И где располагаются эти клетки. Которые продуцируют. Мы с вами договорились. Потому что видишь как происходит эндокринная и генеративная функция. Пожалуйста. Вот. Клетки. Во-первых. Образование самих клеток. То есть первые клетки. Еще не зрелые сперматозоиды. И сперматогония. Пожалуйста. Сперматогония. Когда они созревают. Они постепенно уже идут к центру. Пожалуйста. К центру. Клетки сиртолия. Которые находятся между этими клетками. Это матрикс. Это поддерживающий аппарат. Дальше. А вот пожалуйста. Клетки лейдика. Клетки лейдика. Которые вырабатывают гормон. Мужской половой гормон. Тестостероны. Андростероны. Пожалуйста. Это уже эндокринная. То есть. Клетки лейдика. Это эндокринная функция. Яичек. Пожалуйста. А сперматогония. Именно вот этот эпителий. Который вырабатывает. Который синтезирует эти клетки. Сперматозоиды. Это уже генеративная функция яичек. Пожалуйста. Значит. Сперматозоид созревает 65 суток. Но при этом он неподвижен. Снаружи покрыт лецитином. Созревание происходит с 12 лет до конца жизни. Запас сперматозоидов фантастичный. Уважаемые студенты, уважаемые коллеги. Среднестатистический мужчина в одном выбросе насчитывается где-то 350-600 миллионов сперматозоидов. Из этого количества только 1% сперматозоида является активным. Доходит до яйцеклетки. 85% сперматозоидов это сперматозоиды-убийцы. Они направлены убивать чужие сперматозоиды. Оставшийся процент сперматозоидов это старые сперматозоиды, неактивные. Они даже не доходят до маточных труб матки. Они концентрируются в области шейки матки. Только 1% доходит до яйцеклетки. Из этого 1% только 1% самый щитрый, шустрый, продвинутый сперматозоид проникает в яйцеклетку. Пожалуйста, вот строение сперматозоида. Имеет головку. Пожалуйста, имеет шейку. Здесь имеется митохондрия, потому что это энергия. В головке сперматозоида находится что? Чехлик. На конце имеется в этом чехлике два фермента. Трипсин и гиалуронидаза. А для чего? Когда сперматозоид подходит к яйцеклетке, перед тем как проникнуть, вот эти выделяются оттуда два фермента. Трипсин и гиалуронидаза. Они растворяют наружную оболочку яйцеклетку. Яйцеклетки и сперматозоид проникает внутрь. Происходит оповотворение. Пожалуйста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова